Господа, немного о кредитах. Вот та же самая кредитная карта Тинькофф Платину. Есть, если сейчас спуститься в комментарии, разные версии, что это чуть ли не вселенское зло, что ты берешь кредит и потом невозможно его отдать и прочее. Но так пишут, скорее всего, люди молодые. Те, кто в возрасте постарше, те прекрасно знают, что, допустим, если у вас в квартире затягивается ремонт, а вы живете в съемной, или по каким-то причинам ваша старая машина уже совсем плохая, а до новенькой чуть не хватает, то кредит это вполне себе нормальная история, чтобы сейчас сократить те же расходы на съемную квартиру, побыстрее переехать в свою, где заканчивается ремонт, и затягивать его по причине, что не хватает денег, это не вариант. Нет смысла вкладываться деньгами в ремонт старой машины, когда можно купить новую и больше не вкладываться. Просто спокойно выплачивать все кредиты, заплатить все необходимые риски. В общем, кредит – это такая тема для взрослых. И если вы молодой, то я считаю, что пора повзотлеть и просто осознать, что иногда кредитные средства помогут вам по факту сэкономить. И здесь на помощь придет, естественно, кредитная карта от Tinkoff Platinum. И я на самом деле говорю это очень серьезно и даже без улыбки, потому что если знать необходимые фишечки, то на этой карте можно серьезно экономить и зарабатывать. К примеру, сейчас, если оформить ее до конца августа, то обслуживание этой карты станет для вас бесплатным навсегда, пожизненно. К примеру, даже если снимать деньги наличные напрямую с этой карты, то это довольно невыгодно, там будет процентная ставка. Но до 100 тысяч рублей в месяц вы можете переводить на любые карты, даже если они других банков. То есть вы можете с этой карты перевести себе 100 тысяч рублей в месяц на свою дебетовку и снять их в банкомате, и это получится гораздо выгоднее. Ну а кредитный лимит, который доступен вам, составляет до миллиона рублей. То есть возможности действительно большие. Доступен кэшбэк до 30%. Кэшбэк начисляется бонусами, при этом один бонус равен одному рублю. Также доступна рассрочка 0% до 12 месяцев на любые покупки. Так что, как вы поняли, кредитная карта в умелых руках – это отличный способ не только сэкономить, но даже и заработать. Поэтому сейчас, до 31 августа, вам необходимо перейти по ссылочке в описании, успеть оформить эту карту, и в этом случае вы получите ее бесплатное, вечное обслуживание. Господа, здравствуйте! Мы начинаем это видео с некой отправной точки. Давайте посмотрим. Мы еще ничего не делали с машиной, но мы посмотрим, сколько она разгоняется до 100. На всякий случай выключаем кондей, коробку в спорт, две педали зажимаем, больше ничего не делаем. В принципе, здесь больше ничего и не сделать. И стартуем. Я ставлю на что-то типа 6,2. И... но он неплохо едет. 6,03. 6 ровно. 6 ровно. Получается, угадал Никита, а он ставил где-то на 6. Сток у нас, напомню, 5,4. В моторе из 8 лямбда-зондов осталось 2, которые нюхают только задние цилиндры, вот эти два оставшихся, там, 6 оставшихся, извиняюсь, я все со своих микролитражек все с высоты это рассматриваю. Но в баке сотый бенз. В общем, машина на коленях, подвески нет, горят ошибки по тормозам, по давлению в шинок, что-то еще. В общем, нюансов много. И при этом все равно эта штука в абсолютно непонятном состоянии едет 6,0. Закрепляемся и едем ее разбирать. Давай! 5,9! 5,92! 5,92, господа! Как он борется! Как он хочет жить! Шедеврально! Просто шедеврально! Что ж, наступило время с этим всем разобраться. Едем в сервис. Снизу у нас, естественно, куча проблем. Несмотря на то, что машина выглядит свежо, машина вроде как нормальная, не на коленях. Но, тем не менее, обслужить такую машину, это сразу вот бери, три сотки вот так положи, сверху отойди и не мешай. Это факт. Из простого, из того, что мы сразу здесь встречаем сзади, это вакуумная линия к заслонке, которая с этой вакуумной линией не соединена. Причем сама заслонка работает. Может, она просто травит. Но, в общем, она отключена и оставлена в открытом положении. Это ладно. Выхлоп ниши запаски здесь все в порядке. Задняя подвеска. Скорее всего, нет амортизаторов. Это чувствуется по ощущениям. По сайлентам сейчас ребята тут туда-сюда монтажкой пошевелят, посмотрят, что есть. Если это, конечно, сейчас пошевелится, возможно, это все окажется в процессе разбора. Мое мнение, что все четыре ступичных надо на всякий случай заранее поменять. Тем более, это все придется все потрошить. Поэтому абсолютно без разницы, сколько чего здесь менять. Также нужно обязательно обслужить тормоза. С тормозами вообще огромная проблема. Они в круг вентилируемые, но тормозят крайне неуверенно. Потому что они не самого большого размера и стоят внутри 18-х колес. Если сзади у нас вообще скоба одна поршневая, то спереди у нас, собственно, всего по два поршня на один тормоз. И опять же, это просто скобочка. Вот, соответственно, с тормозами надо что-то делать. Переходить на большее вряд ли получится. Потому что если сзади есть размер с три пальца, то в передние 18-е колеса никакие тормоза больше, чем эти, физически по размеру не полезут. Возможно, нужно искать что-то с большим количеством поршней, что-то поинтереснее, что-то с насечкой, какие-то странные действия. Но пока от размера этих дисков уходить не хочется. Соответственно, и размер тормозов больше нам также не светит. Здесь у нас, скорее всего, были вторые катализаторы, потому что они вырезаны. В остальном у нас весь выхлоп алюминиевый или из нержи. Из нержи, естественно, да. Поэтому он не сгнил, ничего ему не стало. Соответственно, у нас внедрены две гофры. И все это так уже весьма печально выглядит. В общем, не суть. По выхлопу, на самом деле, особо нареканий нет. Исключая момент, что у нас все куда-то подевались лямбда-зонды. И с ними, соответственно, подевались... Ну, у нас и катализаторов ни одного нет. Да, катализаторов нет ни одного, по ощущениям. И, соответственно, из всех лямбда-зондов, а их восемь, осталось два подключенных. Все катализаторы вырезаны, ребята, это все пламегасы. Здесь было типа что-то шесть катализаторов, если не ошибаюсь, и восемь лямбд. Не осталось ни одного катализатора и две лямбды. Поэтому на что опирается, в принципе, мотор, когда едет, непонятно. Скорее всего, он просто на каких-то средних значениях работает, и слава богу. Масляные подтеки, стык, мотор, коробка. Пока даже, наверное, не будем устранять. Разберем, соберем, потому что коробка, как я и говорил в прошлой серии, она в этой серии новая не залетит. Коробка. Спасибо, кондиционер. Это было бесценно. Твой конденсат мне понравился. Потому что коробка в этой серии пока еще останется старая, потому что у нас задача сейчас машину разобрать, собрать в сток, и поехать стоковое значение, которое по паспорту 5,4. Вот оно должно устроить. Поэтому неразмерный шин, ничего, небольшие тормоза пока особо не меняем. Резину, в любом случае, сейчас уже поменяем. Диски уедут в реставрацию, это понятно. Вся подвеска на выкид, новая залетает, мотор обслуживается. Если мы сейчас снимаем мотор и выясняем, что все болты родные, заводские, значит, нужно лезть в ГРМ. Потому что цепи не менялись сколько-то сотен тысяч километров. И очень обидно будет на дубль V12 просрать цепь. Обидно и невозможно, и недопустимо. Поэтому в любом случае, если сейчас мотор упадет, и, собственно, выяснится, что никто туда не лез, надо туда лезть. Смотрим дальше. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Есть небольшие промежуточные итоги вскрытия, которые весьма неопределённые. Есть какая-то загадка в этой машине. По общему собранию мнений в коллективе и вообще кого бы вы встречали, вот сколько дать пробега этой машине. То, что на приборке там 145 или 147 тысяч, это, конечно, это нас мало интересует. Но по всем признакам, вот я вот повидал много машин с разным пробегом и разного возраста. Навскидку здесь типа где-то 250. И, в принципе, всё, наверное, где-то на это указывает. Но что-то вроде указывает, а что-то нет. То есть, к примеру, у нас подвеска вся в оригинале, кроме одних рычагов. Вот по одному рычагу с каждой стороны неоригинальный, они стоят ТРВ. Всё остальное в подвеске оригинальное. Оригинальная рейка, оригинальные амортизаторы. И да, конечно, это уже может быть менено в круг, опять же, но снова на оригинал. То есть, вот, возможно, такая ситуация. По дискам тормозным, они менены в круг и уже пережили одни колодки. То есть, опять же, это где-то к 150 кобут. А может быть, они два раза эти диски менены в круг, соответственно, и потом ещё пережили одни колодки. То есть, выработка есть. Вот явно одни колодки уже кончились об этот тормозной диск. Сейчас вторые где-то на 70-60% своего износа. Привода подошли, люфтят. Что ещё можно сказать? Ну, как какой-то вот всё. В общем, есть загадка. То ли 150 е, то ли 250. Конечно, мы больше склоняемся к 250. На моторе не трогались болты. Мотор как стоял с завода, так с завода и стоит красавчик. Отсюда вот не видно, но, тем не менее, с мотором не делалось ничего. Одно дело, если там 150 пробега и цепи пора менять, это ясно. А если там 250 пробега, а цепи ещё не меняли, то мы с вами ходим по офигенно тонкому льду, господа, это получается. И это опасно. У нас, поскольку вся подвеска там, и едет она, вот она едет как будто всей подвески нет. Ну, едет прямо, ну не очень. Вот, опять же, много я езжу на машинах, знаю, вот. Ну, мы сегодня на Мерседесе на синем ездили в нем подвеска. Мерседес себя офигенно ведёт на дороге. Вообще космос тачка. Там просто переезжаешь в ямку, всё тихо. Здесь, когда переезжаешь в ямку, какой-то абзац происходит. А при этом всё, что удалось найти из повреждений, это вот сайлентблоки, вот этих вот рычагов, вот он просто надорван. А всё остальное это на местности. Ну вот, вот здесь какие-то трещинки пошли. Ну, резинка-то целая. Вот оно всё бодренькое. Ничего не докопаться никуда. Ну, понятно, рейка, да. Вот единственное, что плохо, это рейка. Люфт есть и в самой рейке, и в обоих карданчиков. Крестовинах карданов, естественно, он есть. Это ремонтится. Плюс рейка здесь стандартная. Такая же стоит в А6 в Ц5, только с сервотроником. Но можно поставить её, не подключая сервотроник. Такая же стоит на всех авоськах. На восьмых рейках сервотроника нет вообще. Таким образом, здесь не проблема. Она просто шла одна рейка на весь модельный ряд. Лямбда-зонды, оказывается, можно поменять без снятия двигателя. Потому что если снять вот здесь всё подразобрать, есть специальные щитки. Щитки снимаешь, и оп-ля, вот они и лямбда. И передний, и задний. Тут все доступны. Передний вообще сверху оттуда, а задний вот они прямо на местности. Так что их, опять же, снять так же будет можно. Вообще, много чего интересного. Отсюда смотришь, и всё вроде как, ну, практически в идеале. Ну, вот не докопаться ни до чего, честно говоря. Но при этом, вот нормальные тормоза, но тормозит она крайне плохо. Задние тормоза, если мы посмотрим, они вообще офигенские. То есть задний тормозной диск, ну, тут прямо, вот он, он первые колодки свои живёт. Или вот только недавно начал. Но ни черта же не тормозит-то машина. И тормоза не бьёт. Причём мы покупали тормоза, били. Сейчас бить перестало. Возможно, да, сами машинки закисли. Причём, посмотрите, машина весит 2 тонны. 420 сил, 550 моментов. 6-литровый мотор. Что стоит сзади? Сзади тормоза от Jiggy. Ну, это просто же, это позор. Это позор. Вообще, я провёл расследование, на самом деле. Был инженер, офигенный инженер, который делал вот эту тачку. Вот я тут, я готовился к этой документальной вставке. Был офигенный мужик. Он целиком отвечал за весь проект с этой машины. И он долго думал, какие тормоза ставить в заднюю часть. Уже на подходе был Каен со своими офигенными тормозами, которые сюда наверняка болт-он. Ещё было очень много чего. Но финального решения он принять не мог. И он обратился к своим родителям. Заходит к ним в комнату и говорит, мужики, какие тормоза мы ставим? И оба его отца сказали, ставь вот такие. Так они здесь и появились. Вот это единственное логическое объяснение, почему можно поставить тормоза от восьмерки вот такие назад двухтонные машины. Да и спереди, да, честно говоря, не самые большие. Машинки вроде жирные, здоровые, тормозные тоже, опять же, суппорта. Еле в диск в этот 18-й влезает. А смысла от них немного. Ну, ты же тормозил активно на ней, Владян, нет? Нет, Никита. Никита, не напоминай мне. Никита тормозил так, как никогда. Это единственный был момент, когда просто Никита тормозит, я сижу на заднем сиденье и просто кричу, «Ауди, вывози!» Просто там не было другого варианта, как это вписаться между этими фурами. Но Audi вывезла. Но это жёстко. И хочется это всё поменять. И эти тормоза, и те, причём, и эти передние выглядят вообще здоровыми, да, прям нормально они выглядят. Ну, давайте, что у нас посмотрим. У нас обычная скоба, плавающая, у которой сзади два поршня. Это нормально, если мы рассматриваем Cherry Exit в минимальной комплектации, хотя там всегда всё одинаковое. Но здесь хотелось бы что-то вот такое, вот полумесяцем, вот это нормальные тормоза, даже при этом же диаметре. Смотрите, какие-то тормоза, интересно. Какие-нибудь 340-овые. У нас же есть рулетка, да? Ну, так, по моим самым скромным подсчётам, сейчас будет вот эта вот рубрика, что тормоза у нас, ребята, похоже, 360-ые. Даже если мы вот так приложим, это будет 37. Короче, 360-ые тормоза. 18-ые колёса обычно влезают, ну, если мы там берём, 380-ые, по-моему, у меня стоят на S4. И там тоже 18-ые диски, соответственно, могут чуть больше влезть. Ну, просто это полная шляпа. Там один поршень, здесь два. Ну, блин, у меня на фронтере так же. Серьёзно. Ну, это фигня. На W12 по коду идут свои аморты, которые не совпадают с V8, и уж тем более там какие-нибудь 2.5 дизелями. И с V6 тоже моторами, соответственно. Вот. Поэтому есть вариант найти человека, кто отремонтирует эти амортизаторы. Потому что, на мой взгляд, они тоже мёртвые, машина прыгает, прыгает, прыгает. Ну, и сейчас вот Роман тут высказал правильную версию, что, возможно, всё это из-за очень плохой... Давай, станок запустим сейчас. Дай мне перчатки. Что касательно дисков. Мы по ним абсолютно спокойны. Потому что, во-первых, вы посмотрите, посмотрите на этот новая французская модель, LESIEN 2023. Специально сделано, видите, полностью без бороздок. Короче, конченая резина в щи. Диски неплохие. Я потратил два с половиной часа, чтобы оттереть отсюда битум, поэтому это просто пыль. И диски сейчас прям вот такие. Но всё равно есть бордюрка, их не спасти. Плюс, они останутся вот этими. Потому что, ну, я думаю, вы все согласитесь, что это сокровище. Из недостатков у них является то, что даже 223-я резина на них сидит, как будто она им очень широка. Так, поэтому у нас, наверное, толщина диска какая-нибудь седьмая. Сейчас я найду, где это. Да, вот, вот эта тема. Вот, треснути диск, и на него прям сюда грузик наклеен. Всё, вот он прямо, вот, диск не болей. Вот надо ещё подорожник сверху и гликопластырь. Гликопластырь. Гликопластырь надо обязательно, да. Где-то же ты есть на лучах. Во, Ауди. Так, свастика. Всё, видишь, оригинал. Так, это у нас что? Это из Майнкампфа, цитата. И где-то вот Германия. Снова будет великой. Да, вижу, вижу, вижу. Вот, что-то ещё. Погоди. Восьмой диск, 8J. На 48-м. Да, узковат. Узковат, конечно. Хочется, как будто его разварить. Хочется, чтобы он даже на 235-й сидел по-человечески. Но мы сделать этого, конечно, не сможем. Поэтому попробуем оставить диски те же. Резину поменяем. Но. И колпачок сейчас уйдёт в лес, да? Да. Есть. Ну. Так, теперь старт. Чё мы смотрим? Ну, прыгает он чутка. И по балансу 15 на 35. Ну, нормальная, конченная. Резина 8-го года, да. Да, 27-я неделя 8-го года. Какой-то патрушек пластиковый с колёсиками. Ну, она чуть жестковатая, согласен с тобой, наверное. Но это одно колесо. Мне кажется, мы на пороге какого-то сейчас чудесного открытия. Так, давай лютую какую-то найдём. Ну-ка. Ну, они все вот прыгают, блин. 0,30. Смотри, хорошее какое прям. Чем я не пойму, это резина или диск? Это резина. Ну, и чуть-чуть диск. Тут всё хорошо. Тут прям всё замечательно. Вообще, передние у нас колёса вот они. Судя по тому, как тормоза на них нагорели. Вот это вот передние. Это, по-моему, седьмого года. Да? И они ещё такие более-менее мохнатые. По протектору. Ну, вот они все такие. Не жесть, конечно, но они все четыре такие. 20-40. Ну, вот это уже поинтереснее. Это вообще нормальное. Единственное колесо. Вообще ровное прям. Класс. 10-0. Да. Тут прям шикарное колесо. Короче, блин, нифига не ясно. Я очень бы хотел, чтобы просто кто ему взял меня и закошмарил. Сказал, Костян, смотри, здесь всё разваливается. Это было запущено. Поэтому давай сейчас это починим. И всё поедет. А у меня пока вообще никаких в голове нет. Идеи, из-за чего такая фигня. Я привык, когда машина приезжает в виде документов от неё. И потом мы собираем из этого нечто великолепное. Здесь не так. Мне непривычно в этой сфере. Но ещё и с охлаждением, да? Вообще прекрасно. Помпа и генератор с охлаждением. Гур. Гур с охлаждением, да. Блин, что такое всё плотное? Это вот этот сухой картер как-то не вызывает никакого. А красное странно. Это же масло. Это точно масло из бака. Он бак масляный. Вот это. Что может быть здесь красное? Да ничего. Показалось? Всем. Куча этих дополнительных помпочек. Как я вот всё вот это люблю. Вот тут помпочка-то сольная раз. Там помпочка-то сольная два. Это выхлоп Вибаста. Это может быть там от котла-то сольная помпочка. Это вот так, собственно, выглядит поддон у двигателя. То есть поддона традиционного нет. Вот это так выглядит сухой картер. Вот у нас... Вот масляный бак. У него есть пробка. С него можно тоже слить. Собственно, точек слива масла здесь, соответственно, много. Потому что раз надо сливать масло, два надо сливать масло. Где-то ещё они были, я уже не помню. По-моему, от кого-то ещё масло сливалось. Ну, фильтр здесь же внизу, это ладно. Это у нас... Я даже не могу понять, это стык... Это именно сальник течёт, стык коробка мотор? Возможно, да. Также сальник, коробка, мотор, по-моему, тоже течёт, по ощущениям. Насос гидроусилителя, которому хана, его надо снимать и отдать его в ремонт. Потому что всё, что мы пытаемся найти, мы пытаемся найти рейку, которая стоит просто огромное количество денег. Насос гидроусилителя найти невозможно. Амортизатор один есть в Арабских Эмиратах, 98 тысяч рублей. Поэтому он также отправляется в переборку и в ремонт. Мы его не меняем на новый. И всё в таком стиле, господа. Всё что-то очень как-то... Всё сыт. То есть, по-любому, мне кажется, надо вот это всё скидывать и как-то всё переуплотнять. Пробовать, по крайней мере, на что-то. Потому что подводка вот эти все, вот-вот-вот-вот, это всё очень неправильно. Что я хочу сказать. Теплообменник при этом сам сухой, на удивление. Вот что-что, а его-то уж я точно не ожидал целый мой вид. Ну и помпа гидроусилителя просто воет. Поэтому, следовательно, её надо менять. Гидрач закусывает, когда стоишь на месте и т.д. и ч.п. Значит, вот эти сальники ещё мёртвые. Вот они, нижние рычаги продольные. Вот их надо менять. Но они есть в багажнике. Вот они прям убитые все. Мы сейчас, когда уже поподробнее стали рассматривать это всё, вот тут вот, прямо там их, короче, все полопало, потрескалось. Сами сайленты, причём подрамника, вот эти здоровые, и с передней и задней части живые абсолютно. Торсон, раздатка, так называемая, назад сухая. В общем, основная проблема, где-то вот здесь у нас кроется. Масло всё равно менять. Следовательно, почему бы не опустить вот эту всю плиту с разводкой под сухой картер. Всё равно всё сливать, потом заливать, потом туда всё. Десативи-баста стоит, не Эбершпехер. Год от года всё это менялось часто. Всё штатное, ребята, всё на штатных местах. Все вот эти клопики заводские, всё на месте. Все болты откручиваются. Всё такое классное, аккуратное. То есть в эту тачку было минимум вмешательства. Явно что-то делали по системе охлаждения, потому что там какие-то нарощенные патрубки на нормовских хомутах. Это всё не очень круто. Но в остальном всё очень близко к заводу. На удивление в сохране машинка для такого возраста. Но всё равно поработать придётся фантастическое количество времени и денег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА господа если вдруг у вас какие-то проблемы по заставке или что-то криво снято не переживайте пусть снимаю я потому что времени у нас с вами около полуночи в воскресенье коллективу нужно давать отдыхать потому что без выходных может здесь работать только один человек всем остальным чтобы не выгорать так сказать эмоционально нужно чем-то заниматься поэтому ночь мой скутер там какие-то дефолтные настройки камеры в которых я уже просто очень давно не пытался разобраться и продолжается ковыряние авоськи мне кажется сейчас мы что-то узнаем в общем господа какая история зачем мы сейчас сняли вентилятор охлаждения который гидравлический я же про него рассказывал вот у него есть гидромотор то есть вот здесь у нас идет гидролиния она сюда заходит у нас это все располагается вот здесь вот эти самые гидролинии которые идут у нас от гидравлического насоса усилителя руля и они идут в том числе и гидра так стаб не барагозь они идут гидромотору который крутится который крутит вернее этот вентилятор также тут еще вкручен мы да блин стаб барагозит блин я просто снимаю с руки во влоговом формате введения в одно жало в общем ну вы поняли соответственно мы думали что здесь некий клапан который как раз открывает поток жидкости и мотор начинает крутиться собственно этот клапан вот он здесь оказался не клапаном а датчиком температуры вот банжа болты в него вкручен датчик температуры и у нас получается что это просто датчик температуры жидкости в гидромоторе вентилятора охлаждающей жидкости вот такая фигня сам насос у нас снят был вчера и он уехал александру который мне варил раму отдела который мне сейчас делает подъемник гаражей еще очень много чего делает александр саня решил посмотреть этот насос гидроусилителя дело в том что он очень редкий его естественно где в продаже не найти и его отказываются ремонтировать фирмы по ремонту тех же самых рулевых рейк рейку у нас взяли гидронасос не взяли потому что он на дубль в 12 очень сложные в общем полная шляпа александр в нем разобрался оказывается это обычный насос гура от обычной машины которому добавлена некая приставка которая как раз крутит только этот вентилятор и в любом случае это у нас вентилятор крутился если эта приставка живая сейчас она разбирает то мы просто покупаем обычный насос гура вставляем к этой приставке и получаем полностью отремонтированный насоса дубль в 12 который стоит естественно примерно как бюджет сопредельного государства мы починим его за 3-4 копейки и у нас все будет готово без каких-то фирм пап-мам смс регистрации это просто обалденно также сегодня в ночной программе это вставить обратно рейку и таким образом машина получится на ходу потому что пока что это как вы видите вон у ка ну ка ну ка пну еще раз вот пока что это это просто грубо говоря машина которая катается по боксу если сейчас ставить рейку машина уже может выезжать на улицу и не мешать здесь пацанам потому что мы ждем гидроусилитель и мы еще ждем амортизаторов может если вдруг найдутся в общем еще куча всего мы ждем на это время машина может пока постоять там но по итогам всей этой пьянки в любом случае сейчас мы махнем подвеску рейку все четыре лямбды вентилятор то зачем мы еще снимали я забыл сказать вентилятор и радиатор гидроусилителя нужно было снять обязательно потому что есть большая вероятность что именно насос который давит именно на вентилятор гнал стружку поэтому если всю эту систему тщательно не промыть а также не провести ревизию гидромотора у нас по итогу всех мероприятий может оказаться что вентилятор снова не будет крутиться или стружка из него допустим убьет заново насос гидроусилителя он снова заводит мы это уже проходили на audi s4 на которой мы три раза веку меняли здесь так не хотим поэтому все сейчас тоже отвозим отдаем александру у которого сейчас насос гидроусилитель он всю систему сразу посмотрит проведет всю ревизию и вернет нам уже все исправные компоненты мы их поставим обратно и будет наша авоська жить долго и счастливо капец все с ней сложно хотя казалось бы я покупал машину 2001 года это не с 4 94 все должно было быть просто чик пик мы конфигуратор вернее конфигуратор вин каталоги заказали и все шиш шиш господа приключений на месяц кстати что еще очень важно вот сейчас сняли мы этот радиатор первый между радиаторами практически не было так называемой шубы вот здесь есть место где протекал декстрон ну или жидкость гидроусилителя и соответственно вот все салом этим забил это здесь радик уже забит опять же ну то есть по хорошему если машине столько пробега не забывайте не пренебрегайте обязательно снимать кассеты радиаторов друг от друга их отводить и между ними пробивать соты в противном случае вы рискуете перегреваться даже при том что у вас система охлаждения все типа зашибись мы это естественно сделаем но чуть позже когда мотор ронять будем посмотрите какой у нас там красавчик сидит это датчик температуры окружающего воздуха не знаю фокус на она потерялся бедолага но в общем датчик стоит прямо возле радиков и если вы стоите в пробке то температуру у вас показывается какая-то очень ориентировочная надо ставить его все-таки на зеркало или вниз куда-нибудь в юбке бампера вот его даже отсюда видно вот он там бедолага фары нужно также ввести в реставрацию потому что пожелтел отражатель ближнего температуры хотя и штатный ксенон и очень обидная история желтое напыление лампочек поворота от лампочек отвалилась и теперь вот здесь вот в фаре болтается так вот по-дурацки и в этой фаре и в этой фаре то здесь скорее всего по пробегу в этих фарах лучше даже меняет лампочку поворотника чтобы со временем не облуплялась вот такой ерунды не происходило под передним левым крылом смотрите что мы обнаружили но вверху традиционный у нас ресивер по воздуху или вакуума это неважно это классические эти шарики и под ним вот такая планочка а на планочке вы посмотрите если фокус сейчас опять возьмет давай братишка 433 мегагерца следует на мы наблюдаем какой-то приемник антенны или саму антенну в общем которая видимо или от вебасты или от замка зажигания и стоит она в крыле под колесом это жестко при том что у нас тут по моему локер то локер у нас был нет кстати был да слава богу она хоть под локером но в общем опять же локер нельзя чтобы ломался иначе вы можете однажды машину или не открыть или вебаста не сработает или типа того помимо этого на следующее утро я уже честно говоря ждался потому что с утра снимать я не могу снимать и ночь день у нас есть приборная панель снятая и все что естественно приятно у нас есть подушки нестреляны и орига родные трв кстати вот это бомбит на трв вот что типа трв это вот ну знаете ну понятное дело что не оригинал хотя ну вроде как оригинал потому что подушка родная вот она стоит на месте нестрелянная она по дате совпадает сейчас какого десна здесь у нас была где-то я смотрел еще надпись короче на 2001 года выпуска с ней все прям вот зашибись вот она прекрасная и у нас в ремонт также наверное надо слушай пока суть додела надо пашу руль перетяжку отправить хоть сейчас это занимает два дня а у а всяко приятней то есть пока делают рулевые карданчики самое главное вот они ребята вот они их тут два но они лифтят даже и подкусывают есть с ними нюанс короче их надо хотя вот так ну я стука даже не слышно на видео короче видал я карданчики и пожестче но раз уж мы сняли рейку раз уж мы сделали рейку то нам остается сделать карданчики тогда рулевое будет в идеале потому что у нас будет рулевое все новое начиная вот собственно рулевых карданчиков через рейку со всеми остановками и к рулевым наконечником тягом и шаровым в общем по идее должно быть круто ролики теперь можно наконец-то вам ну то есть они прямо хорошо приехавшие один и ну-ка то есть только на спиннеры их осталось делать очень вовремя очень вовремя они старые и что-то еще что-то еще и ремень ремень из рубрики прямо как будто бы меняли не так давно в общем ремень на удивление менялся ремень типа свежий при в том что все остальное сильно убитое в общем все эти признаки говорят в основном о том что так скажем благосостояние предыдущих владельцев не соответствовало запросам этого автомобиля то есть чтоб такая машина ездила вы должны просто на двигатель ежегодно просто ложить сто тысяч рублей вот так просто котлету положить и отойти он ее так и и вроде все поехал вот только при этих условиях машина будет все время долго исправно и служить вам много-много-много-много лет этого не делалось поэтому у нас пробег уже пёс знает какое болты все родные цепи не меняны и ничего скорее всего там помпа с термостатом но это мы будем делать скорее всего к сентябрю потому что раньше не достать комплект цепей грм уроним поменяем поэтому лямбды были просто откушены и не поменены хотя они на самом деле ну не сверх денег стоит поэтому подвесочка туда все вот сюда но вот это все с годами накопилось и чтобы сейчас это сделать вот это видео наверное будет с ценами и от итоговой суммы вы ребят все улетите вот на просто техническое обслуживание этой машины можно будет грант купить а визуально ничего не поменяется абсолютно просто тачка как была так и осталось просто меньше стала стучать меньше греметь вы на видосе если я вам даже это не рассказывал даже бы этого и не поняли а гранта хлоп и ушла так помимо того что у нас тачка не расшифровывается по вин коду женя в акцентр даже это они фигевает они нашли эльзу прикинь лег на немецком сейчас ее там переводят чтобы как-то что-то хотя бы подобрать но пока не очень успешно потому что вторые сутки жене не отвечает что по деталям из простого вот эти два подшипника я вам их только что показывал паразитный и натяжной один из них стоит у нас получается ты говорил 37 тысяч 37 тысяч 37 тысяч рублей но есть аналог да ты нашел за 2 с чем-то там это ладно и есть второй есть второй вот он вот к нему аналогов нет и он стоит ребята 59 и это как бы закуп то есть в розницу его по идее ну магазин вам продать за другие деньги естественно ну сколько накидывается обычно процентов 20 на минимум серьезно 100 плюс 100 плюс просто на два подшипника это как бы же боль и к этому ко второму который за 59 нету аналогов то есть все 59 и все но естественно мы ж не дураки подшипник можно просто перепрессовать можно хотя бы просто подобрать подшипник и его переставить перепрессовать и так мы собственно и сделаем и он будет ходить дальше то есть чтобы вы понимали насколько боль 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 вообще в каждом движении какая фантастическая боль амортизатор 98 тысяч в дубае 1 ну как бы диск тормозной а диск тормозной почем 80 тысяч левой и 40 правой 120 тысяч два только передних тормозных диска проще перейти на тормоза от каена но серьезно раз и навсегда это будет гораздо круче и гораздо интересней блин блин вот это кошка просто кошка ватт такая по дороге заодно господа руль уехал в перетяжку паши в реформа стайлинг пока делают рулевой кардан зато перетянем и руль и в этом пакете у меня гидромотор с вентилятором и радиком который уезжает сани который пока рули кардан у меня в ремонте сделает гидромотор кстати он уже разобрал вторую часть гидроусилителя руля и у нее не открывался клапан пацаны так что этот вентилятор гидравлический наверное не особенно и крутился поэтому пацаны когда стояли в мрэе ждали меня на учет пока я поставлюсь и у них был включен кондей а воська начала даже немножко под закипать вот видимо из-за этого что основной вентилятор не очень правильно крутился или не крутился вообще только на электровентиляторе машина собственно пыталась охладиться короче стою у помойки жду такси продолжаем и и и и короче дальше начинается трум-трум лайфхаки ребята вот наша подвеска частично ну не частично вообще размотанная вся машина там стоит на по сути стоечках амортизаторы те самые которые если хорошо подождать пару месяцев то по 33000 ну плюс там небольшая наценочка плюс доставка за каждый можно достать то в круг у нас получается где-то там 130 плюс тысяч рублей ремонт этих амортизаторов стоит за все 4 рубля 4000 рублей значит ты изначально ребята когда их сняли говорили что шток уходит легко вообще туда-обратные типа они мертвые мы отвезли их в ремонт долго искали ремонт хотели вообще какой-нибудь злой ремонт знаете который чуть ли не половине там орты потом переводит их на такую крышку с резьбой там оттуда картридж достает смотрит все как выглядит внутри масло меняет такого ремонта не нашли надо значит дольше поискать все-таки найти нашли ремонт который может диагностировать амортизаторы заправить их маслом у нас теперь получается что аморт не маслом господи газом за морд естественно плохо сжимается и главное он при этом медленно разжимается если пробовать разжать рукой также это не помогает раньше амортизатор до того как он был заправлен газом рукой разжимался легче чем сейчас заправленный газом хотя казалось бы сам газ его тоже выталкивает не полностью ознаком с со всей конструкции как работает амортизатор в любом случае судя потому что шток выходит медленно который заправлен вот сегодня сразу отстреливает газом значит клапана и масло там еще все работает и циркулирует как надо когда я спросил ребята где гарантия что газ не уйдет снова и почему же газ собственно ушел мне сказали потому что амортизаторы стоят оригинальные 2001 года поэтому за 22 года газ просто испарился со временем сальник не настолько крутые чтобы 20 лет без остановки держать газ шток в идеале сам аморт сухой масло внутри все в порядке таким образом за 4000 рублей их под заправили газом давление внутри 11 килограмм и вроде как должно какое-то время отходить и самое главное заработать то есть аморт теперь работает как нужно он и туго сжимается я прямо прикладываю усилия и туго разжимается и рукой его сейчас но быстрее рожать особо не получится вроде как за 4000 прокатило сэкономили мы с вами где-то 130 только что но это только начало гидромотор вентилятора он оказался айсин что примечательно японские технологии в немецком автомобиле и с ним все в порядке кстати вот с ним то проблем не было он прям красавчик а вот это ребята насос гидроусилителя audi a8 double v12 в сборе он стоит в закупе где-то 140 тысяч рублей но если взять и в нем разобраться то по сути это один насос который состоит из двух гидравлических насосов zf один из которых от какой-нибудь старой бмв стандартные а также от volkswagen audi а 2 от ford focus 2 главный насос который от бмв или от чего-то он давит в руль а насос от ford focus давит в сам гидромотор вентилятора и вот если два эти насоса купить и собрать между собой при помощи втулки которая тут посередине кастомная но она как вы понимаете никак не ломается выйдет 8600 рублей с работой с доставкой совсем вот пожалуйста все новое пожалуйста более того а вот это по моему нас фокусовский насос он разбирается он также каталогизируется их также можно поменять так вот 140 тысяч рублей и 8 600 за абсолютно одно и то же только взята она втулка еще посередине есть которая видимо и составляет всю эту невероятную ценность огромное спасибо александру сани папа внутренней нашей кличке стетхом которого все время ругали когда он раму узел аварил без маски и вы говорили что у него запасные глаза в кармане так вот ребята при помощи этих запасных глаз вот этот насос просто взял для экспериментов разобрал посмотрел что какие номера записаны купился новая починил 8 600 чувствуете да разницу там было 130 140 тысяч и 4000 рублей здесь 140 тысяч и 8000 рублей то есть вот за такие деньги с вот такими фокусами и знаниями эту машину чинить можно в лоб успехов полная ерунда у нас по тормозам если передние тормоза в меняемого размера и большие исключая того что у них на каждом суппорте всего по два поршня то есть это маловато и поршня там но типа ой суппорта ну там типа и колодки там что-то вот типа вот такие вот а должны быть знаешь вот такие вот вот и вот так вот по 2 чтобы 6 суппортов чтобы все давил то есть на этом диаметре можно работать это неплохие неплохие диски ну колодки и суппорта шляпа то задними тормозами вообще полная печаль мало того что они маленькие то есть как бы вам показать насколько они маленькие вот у нас есть совершенно кредитно-тошнотный автомобиль 150 сил и полторы тонны весом и если так вот приложить то они одинаковые вот есть такой нюанс что это тормоза от слабенькой машины сзади она 500 килограмм легче в ней в три раза меньше мощности и наверное раза в два с половиной меньше крутящего момента и в ней такие же даже сзади тормоза но это ладно еще тормоза посмотрите колодочка вот это задняя колодочка то есть передние колодочки тоже маловато но и задние маловат но это ладно помимо этого мы берем передние тормозные диски и у них по следам работы видно тоже что видите коррозия то есть неравномерное прилегание колодки внутри тормозного диска снаружи тормозного диска здесь примерно то же самое этого быть не совсем должно то есть они работают неправильно с одной стороны нужно все эти тормоза наверное обслужить починить сделать и поменять но делать этого не будем мы тормоза все в следующей серии выкинем и ставимся на новые большие хорошие тиски от того же turbo cayenne например как в audi s4 там тоже 18 колеса там тоже вак и от turbo cayenne тормоза там блестяще работают офигенно справляется у них все супер и там вот такие суппорта вот такие полумесяцами все как мы любим в общем так что чинить это и заниматься этим дальше честно говоря нет никакого азарта нужно сразу переходить на что-то крутое и и Субтитры подогнал «Симон» 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 И сейчас, вот сейчас заработал электрический вентилятор. По звуку его почти не слышно. Короче, то есть прикол в том, что электрический вентилятор тоже работает. Я это слышу. То есть вот мы включаем кондей, вентилятор электрический заработал, выключаем кондей, вентилятор электрический перестал работать. При этом ошибка по нему висит. Хотя все работает абсолютно штатно. И гидравлический вентилятор теперь у нас вот постоянно так вот молотит. Вопрос, должен ли он когда-либо отключаться полностью Но мне кажется, что нет Что-то мне подсказывает И именно поэтому он всегда висит на муфте То есть он всегда чуть-чуть крутится, грубо говоря Тем более у нас, честно говоря, и мотор-то уже прогрет В общем, вроде как, пока все зашибись Надо отшить задние лямбды, чтобы у нас точно никаких не было По смеси образования ошибок Хотя задние лямбды и не участвуют в смеси образования Они являются чисто контрольными В общем, у нас контрольная лямбда, по сути, нюхает количество газов Которые остаются после катализатора Если их количество, собственно, недожженных газов превышает необходимое То она понимает, что катализатор неисправен И у вас загорается чек по этим лямбдам То есть саму смесь задняя лямбда не корректирует Таким образом, по идее, у нас уже сейчас мотор должен работать исправно Потому что четыре передние лямбды, все стоят новые, подсоединены И по ним вроде как ошибок нет Еще разберемся, по каким конкретно лямбдам сейчас ошибки И отошьем задние И тогда у нас погаснет чек И мы можем мерить разгон 0,100 Это очень интересно Но для этого надо сначала разобраться с перепрошивкой Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Да, короче, это одна наклейка Одна наклейка от оригинального блока Какой он и должен быть Вот он, старый Собственно, он и есть Его код и прочее А это наклейка новая На этом же блоке Они отличаются вот этим внутренним кодом То есть номер деталей при этом одинаковый Но код внутренний другой Здесь указан год, шестой Что, ну, невозможно на машине 2001 Слеют на они, во-первых, менялись Во-вторых, он и по каталожным всем картинкам По скриншотам По разводке платы отличается Даже на той же компонентной базе Разводка у платы другая Ну, в общем, с машиной что-то делали Почему, как, зачем, непонятно Но тем не менее, едет хорошо, нужно признать Как поедет сейчас С отшитым всем На хорошей резине На починенной подвеске Только с непонятной коробкой Пока что Коробка работает 5HP24 Мы ее не вскрывали И, честно говоря, желания лезть туда вообще никакого нет Тем более коробку Саня же при тебе, да, говорил Саня, Никитос Что коробка 10-го года стоит Или какого-то там позднего Нет? При Владе, да? Ну, короче, вроде как, что Коробка тоже это стоит не родная Не 2001-го года Что опять же говорит о том, что пробег не 150 То есть вот он 250 Точно этот пробег Второй блок управления, господа По нему все оказалось более прозаично 13 июня 2001-го года Выпуск То есть, похоже, вот середина первого Как эта машина примерно по всем характеристикам бьется Так, по крайней мере, есть год выпуска этого блока управления Сам блок управления содержит уже одну наклейку Которая исходная На ней нет уже каких-нибудь дополнительных Вот она, как здесь с иксами и прочее Прочее, прочее Она также значится 1-го, 0-7-го, 11-го То есть, скорее всего, это наоборот Это типа 11-е число июля Соответственно, первого года Ну, возможно, что плата появится на одном заводе Корпус уже на другом Хотя вряд ли Ну, короче, жуть Ну, примерно, 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 примерно Также следы вскрытия Буквка R здесь и на задней крышке Самое главное Белым маркером написано Проверить память Вот, что также интересно Естественно, в эти мозги тоже уже лазили Но, однако, следов пайки замечено не было Все прямо на месте По дорожкам чисто Но из негативного истории Есть какой Это следы капель или конденсата На обратной стороне Собственно, блока управления Вот это вот как текла струйка А вот это, где сами капельки висели То есть, тут что-то происходило Что, конечно же, печально Если мы возьмем блок Более поздних лет Тоже такие есть А вот эта сторона Вот, ну тут сильно меньше То есть, это какой-то прям вот конденсатик где-то Или что-то вот просто куда-то брызнули Может, каким-то очистителем Что касательно этих Они и старше, и похуже состояние Но, тем не менее Они тоже плата того образца Который не бьется каталожными фотками С программой перепрошивки Что важно То есть, они примерно одного стандартных Хотя, это первый год Он шел в те годы, когда должен быть каталожным Однако, нет, все равно заменен Хотя, по факту Двигатель управляется двумя блоками управления То есть, каждый блок управления Управляет своим В6 мотором То есть, скорее всего Если мы возьмем мозги МЕ771 Они были на ВР6? Не обязательно ВР6 вообще Чисто В6 Да, я понял Можно чисто В6 мозги В6, начиная от 2.8 2.7 битурбо 3 литра Там и дальше Ну, да По факту, то есть Нету блока синхронизации Что это значит? Что двигатель По сути, не знает, что он один Возможно, приборка знает, что двигатель один Интересно, с чего она берет показания? С мастера, наверное С мастера То есть, из них кто-то мастер И с мастера слейф Вот это мастер Там слейф Но по факту для каждой Местами Они будут работать в обоих Да, да, да Он просто поменяется туда То есть, каждая голова Если она здесь, ну, можно сказать, голову Каждая половина двигателя Управляется отдельно Своим электронным блоком управления И даже если один электронный блок управления Сгорит Пол двигателя Останется работать Потому что у него Свои лямбды Датчик колен У них общий, скорее всего, только один И свой даже расходомер То есть, по сути, это два двигателя Которые синхронизированы При помощи коленвала Во всем остальном Они живут независимой Друг от друга жизнью Кто-то из них Один выдает параметры на приборку Второй, скорее всего, нет Ну, то есть, мастер выдает Например, Один включает бензоносос Второй включает вентилятор Один управляет опорами двигателя При этом прошивка абсолютно идентичная Ctrl-C, Ctrl-V Погнали Там один пин есть В одном мозге он на массу идет В другом на плюс А, это как раз и есть Мастер-слей В общем, все прочиталось Все даже зашилось обратно Там сидит Александр По ту сторону линии И он даже готов Сейчас, говорит, посмотреть Нам, по сути, нужно просто Отшить экологию Эти задние лямбды Посмотреть, можно ли сделать С 420 сил 450 Как в D3 кузове Потому что глобально Там по железу Моторы не шибко-то чем И отличаются Ставим это обратно Заводимся Завтра приезжают диски И что, ребят Замер до 100 Ну, как будто что-то не то Значит, вот наши блоки управления Вы знаете, чем прикол? Прошивка от одного Залито в другое То есть блок стоит Каждый в том разъеме В котором он и стоял Только прошивки местами Поменяли Но пока Прошивчик там Еще Запрос тоже отослал Потому что в блоках Оказалась Радикально разная программа То есть вообще разная Прям совсем разный софт От разных годов От разного всего При этом мотор на нем работает И непонятно на чем Работал двигатель То есть двигателя Половины работали По разным алгоритмам даже Саша Ничего делать Поэтому он перезалил Прошивки местами Он все равно заводится То есть у нас Даже тот Мастер блок Он работает сейчас На прошивке от Слейва И все при этом работает А что ты хочешь Этим доказать Нам нужно Вычислить Правильную версию Прошивки Ааа Да Точно Я Да Просто 32 градуса Нам жарковато То есть И поскольку Софт Радикально разный В этих блоках Давай еще Вернемся Чтобы было Наглядно То и у нас И у Александра И у меня И у всех Возник простой вопрос А какой софт-то Нужный в итоге Из этого То есть На чем работает Вообще Этот двигатель И на чем Он должен работать Лучше Так вот Ответа пока нет И прошивчик Александр Там И старший помощник Прошивчика Александр Здесь у нас Все как бы Смотрят и пытаются Установить Может быть Найти ту прошивку На которой Перестанет работать Поэтому поскольку Блоки уже и шьются И читаются без проблем Вот есть такой вариант Может какую-то Исходную Где-то в архивах Интернета найти Дефолтную прошивку Сюда на этот мотор И ее сюда залить И потом ее уже Отправить Если что надо Но работает Вроде штатный Единственное Мне показалось Он как будто Аж отстрел Дал на сбросе газа Но возможно Это из-за того Что он просто На холодную С одной стороны Все просто С другой стороны Сюда уже лезли Здесь уже залита Пес Пойми что И при этом Она все равно Ехала 5.9 С отключенными Лампдами Чуваки Что происходит Что выезд Истока Да нет Загадываем Никитос Как ты считаешь 5.3 даст На этой коробке Нет конечно Я согласен Может быть Мотор то и рад Душой и сердцем Он в принципе Где-то уже Из пяти даже Выезжает Но 5.8 HP 24 Такая Не сегодня Все Поехали Так Че подцепим Это голова водительская Поход Слейф Ну Голова половина мотора Да я понял И у нее Минус 1 Процент Так И 2 Процента По одному раз Придал По второму Коррекция Допуск считается До 6 То есть Цепи ты хочешь Сказать там В идеальном состоянии А я их уже Подзаказываю Мотор тут Вообще Всем целом нравится Еще никто Мне про него Ничего плохого Не рассказал У нас Третья группа Вообще Один и ноль Это Новый ГРМ Да То есть Менять ты хочешь Сказать Ты бы не стал Менять По цифрам Это Лакмусовая бумажка Того что То есть Ты не замечаешь Но здесь цифры Ну да То есть Растяжения сейчас нет Башмаки работают В 6 градусах Он работает так же Как работает Ничего не теряет Ни в динамике Ничего Но это значит Что уже менять пора Шоссе Стало длиннее На 2 километра Зуб это 20 градусов Понял Да Насколько точно Тут 1 и 0 По идее По мотору Все пушка Что ребят По цепям ошибок 0 Лямбды Все в пределах Коррекции Все Осталось Ну ходовку привели Ставим родные колеса Сейчас просто большие стоят Поэтому на этих колесах Нет смысла никакого Ничего тестировать Делаем развал схождения Соответственно И все получается Блин 0.100 Офигеть Интересно сколько поедет Прямо очень интересно Я ставлю 100 к 5.4 Вот прямо вот Делайте что хотите Должна Должна Что господа Тот самый момент Когда нужно На отремонтированной машине Посмотреть Напрасны ли были наши усилия В таких случаях В наших видосах Очень часто бывает Что ты делаешь Делаешь тачку Вкладываешь в нее Кучу денег По итогу Едет она хуже Ну по крайней мере Так было с Passat И еще с чем-то Уже не помню что В общем ничего нам В этой жизни Не помогало Очень интересно Как мы поедем сейчас Напомню что 5.9 В начале было Так Не представляю Сколько там может быть Но едем пока уверенно Метет прямо По ощущениям Тормоза слабые Поэтому тормозить Нужно раньше Итого Друзья У нас Есть цифра Да Да У нас есть 5.6 Он поехал лучше А сейчас Может и еще лучше Поедет 5.6 Друзья 5.6 Было 5.9 Так Давай 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 Есть По-моему Тоже 5.5 Даже Ну-ка 5.5 5.5 При стоке 5.4 Мы рискуем Сейчас Серьезно Прямо Бомбануть Никто не верил Да Никто не верил Мне в комментариях Был человек Писал У которого Была информация Я его не ругаю Ни в коем случае Он мне говорил Что вообще-то Сток у этой машины Чуть ли не 5.8 И что С8 на палке Все равно Быстрее И мы едем 5.5 При заводских Характеристиках В интернете Найденных 5.4 Ну то есть Точно сток не 5.8 И точно сток не 5.6 Потому что Мы вот Со всем этим Вот Едем 5.5 Да Тут немножко Может быть на спуск Под горочку Мы поедем Там 5.6 Первый Собственно Результат Такой был Короче При том Что коробки Сколько там По пробегу И так далее И стартануть Мне кажется Можно как-то Поинтереснее Если бы тормоза Держали Я бы больше Моторчик Под раскрутил Да все хорошо Сейчас еще раз Подостынем Коробки дадим Подостыть Просто не хочется Сейчас это все мучить Третий заезд И мне кажется Будет нормально Я прямо доволен Мы впервые Просто взяли Все починили И оно все Поехало Как должно быть Завода Все-таки Состояние у машины Реально хорошее Так Ну что Третий заезд Попробуем Может попробуем Подольше раздуться Вот так Я ближе подвинусь Чтобы сильнее Нажимать тормоз Чтобы сильнее Раскрутить мотор И прыгнуть Четко Блин Ощущения Очень интересные Как она разгоняется И все Уже стоп Пять и четыре Пять и четыре Пять и четыре Пять и четыре Все Стоп Приехали Все Я прямо здесь Сейчас останавливаюсь Я извиняюсь Что это такой Дурной лоджик Но Вернее Белого цвета Он погоду Плохо смотрит Сейчас Я просто Вам его внесу И показываю Внимание Пять и четыре Пять и четыре Все друзья Стоп Просто Нужно Трогаться Не как Слончане Зажимать Газ И тормоз И держать На этом А вот Нажал газ Буквально Полсекунды Дал просто Раскрутиться Мотору И отпустил Тормоз Потому что Это атма Атмосферная Которая Дико Тащит Прямо Снизу Пять и четыре Мощь Мощь Ну что ребята Это исторический момент Спустя Двадцать два Года Двадцать два Года Машина Едет Сток Пять и четыре Все Игорян Пять и четыре Жахнули Никито Сток Сток Все Есть Тачка Вот она Рыба моей мечты Пять и четыре Обалдеть Двадцать два Года Сарай Он метет Сток Безусловно В эти сто двадцать тысяч Львиная доля Это полтос За саму резину Потому что У нас теперь Здесь человеческие Шины Это Мишлин Пилот Спорт Пять Да Не четыре С Не кап Здесь конечно Это все Пока не надо Потому что Машина И тяжелая И тут Скорее всего С застепом Проблем не будет Я прям Вот серьезно Так думаю Но тем не менее Полтос Ушел на колеса И получается Семьи с чем-то На диске Диски Планировались Вообще Целиком Зеркальные И изначально Когда мне Василий Сфовился Скидывал Фотку И Владян Присутствовал Вот этот процесс Вы сейчас Собственно Видели Выглядело Это просто Бешено То есть Диски Были Фантастика Но Естественно Полностью Полированный Диск Он будет Быстро Подвергаться Коррозии Окислам И прочим Поэтому Сверху Покрыли Лаком И в этот Момент Эффект Блин Практически Ушел Да Они гораздо Лучше Зеркалят Чем Когда Были Куплены Понятно Они Теперь Не серебристые А действительно Немножко Зеркальные Но На видосе Скорее Разница Даже Непонятна Есть Некоторые Ситуации Когда Она В контрол Свете Стоит И Диски В тени Прям Как будто Светятся Да Но Как бы Такого Вау Эффекта Согласитесь Нет Они Выглядят Довольно Обычно Я думаю Скорее Мы Снимем Лак Забьем На это И Сделаем Полностью Зеркальными Но Позже Сейчас Уже Прям Совсем Не Успеваем Просто Чтобы Это Было И Более Того Многие Из вас Скажут Что Сюда Нужно Сделать Проставки Что В принципе Неплохо Бы Эти Колеса Выдвинуть Так Вот Господа Проставки Уже На месте Сантиметровые Целый Сантим Проставок И Колесо Внутри Еще На Сантим То есть Если Эту Машину Делать По Уму Здесь Нужно Два Сантиметра Проставки На Морду И Два С Половиной А Может И Три Назад Это Уже Очень Здоровые Шайбы И В масштабе Этой Серии Проставки Они Могут Негативно Влиять На Разгон На Все Вы Прекрасно Знаете Что Такой Рычаг Два С Половиной Сколько Проставки Кстати На Кашкай Два С Половиной Ну Тогда Еще Не Так Все Плохо Потому Что Я Переживал Что Два С Половиной Это Уже За Гранью Как Но Это В принципе А Тебе Что Говорили Когда Ты Ставил Поглубже Все Так Ну Короче Ребята Проблемы То есть На Ровном Месте С Колесами Казалось Что Может Быть Проще Взять Оставить Сток Диски Мы Хотим Оставить И Просто Чтоб Все Было Зашибись Однако Блин Ну Ладно В Следующей Серии Мы Все Так Накинем Два С Половиной Простовоз И При Этому Все Видите Ее Нужно Дропать Но Дропать Она Будет Уже Следующей Серии При Помощи Пневмоподвески Причем Мы Очень Надеемся Что Пневмоподвеска Сюда Залетит Штатная С ним Все В порядке Он Теперь Крутится На месте Пожалуйста Его Не Подкусывает У него Все Четко Но Он Вообще Если Вкратце Это значит Что Гидрач Скоро Отъедет Хотя Вроде Перебранный Все дела Ну По крайней Мере Пока Не Клинит И Конечно Очень Хотелось Еще Поменять Свечи Чтоб Все Было Хорошо И Забавно У нас По-прежнему Висит Ошибка По Ошибка По Второй Скорости Вентилятора Кондиционера Хотя Вентилятор Кондиционера Мы Это Многократно Проверили Блин Вот На Без Нагрузки Вообще Четко Все Работает И Не Клинит В общем Вентилятор Работает В обеих Скоростях Электрический Наконде Все С ним Хорошо Абсолютно Здорово Но Ошибка По Нему Висит Видимо Где-то Плохой Сигнал Или Блок Неправильно Воспринимает Информацию Также Датчики Давления В шинах Мы Поменяли Был Вариант Что Они Сами Схватятся С блоком Контроля Датчиков Давления В шинах И Ошибка Пропадет Ошибка Не пропала Она Желтой Стала Красной Это Хорошо Значит Блок Управления Что-то Увидел Распознал И понял Что-то Ему Нравится В общем Датчики Нужно Привязывать Пришивать К этой Системе А возможно Еще сказали Что пятый Датчик Просто В запаске И Возможно Теперь Будет С ним Короче Надо Их Еще Перепрошивать Не Прокатило Думали Что Возможно Прокатит Ну И В целом Что Сейчас Нужно Для Этой Машины Самое Главное Вот Я На Не Просто На Выходных Съезжу Выбор Ей Нужно Просто Дать Нормально Километров 500 Пробега Крепкого Тогда Посмотрим Что Вылезает Что Случится С тормозами Мы Не Работали Поэтому Датчик По Тормозам Он Также Оборван И Соответственно Также Высит Ошибка Что Поменять И Колодки Но Мы Физически Знаем Что С Ездовое Положение Останется Тоже Кинематику Подвески Нарушать Ну Смысла Никакого Но Мы При этом Поменяем Положение Стояночное Так Сказать Да И Машина Будет По крайней мере В статике Когда Она Будет Подъезжать Ложиться За счет Этого И Колеса Больше Станут Смотреться И Прочее Фатально Не Хватает Этой Машине Доводчиков Все Постоянно Хлопают Дверьми В этой Машине Просто Как Вот Мы Сейчас С Игорем Ну Что Это Такое Ехали Обсуждали Когда Ты Открываешь Дверь И Видишь Вот Этот Раздельный Задний Диван Мониторы И Прочее У тебя Уже Из Опыта Общения С Предыдущими Машинами А мы Люди С Уже Как То Привыкли Что При Всем Вот Этом Должно Быть И Вот Так А Вот Так Не Наступает Что Конечно Печально Поэтому Нужно Это Как То Поправить Ну И Оптику Само Собой Нужно Сдавать Ремонт Потому Что Вот Это Желтизна Здесь Побежал И Хром Остатки Поворотника Желтого Которые Здесь Болтаются В Блок Фаре Это Ужасно Ребята Это Портит Весь Вид Из Глобального Процессом Коробки Она Уже Куплена В 8 HP 95 А Вы Это Увидите В Следующей Серии По Ней Идет Суета Но Там Похоже Все Будет В Неком Процессе В Общем Эта Машина Потом Заезжает К И Ребята Уже С Ней Дальше Работают Так Что Пока Выходит Что Все Пушка И Огромное Спасибо Паше С Реформа Стайлинг Что-то Я в этот раз Прям Ну Очень Кайфанул С Перетянутого Руля Просто Перетянутый Руль И Ты Сел И Сразу Блин Классно Потому что Он был Такой Засаленный Такой Мерзкий А это Первое Что Ты В Машине Трогаешь Соответственно Через Это Ты Сразу Понимаешь Что Ты В Старой Тачке Сейчас Ты Это Понимаешь Но Где-то Через 20 Минут Как Поехал Вот Даже Не Сразу Потому что В целом Все Здорово И Осталась Вибрация Конечно На Моторе Потому что Мы Думали Заняться Цепями Поэтому Подушки Даже Не Заказывали Подушки Гидроактивные Наверняка Они просели Мертвые От Времени Поэтому Мотор Немножечко Больше Передает В кузов Чем Должен На самом деле Диагностику С цепями Делать Ничего Не Надо Поэтому Мотор Будем Скидывать Просто Так И Просто Менять Подушки В завершении Господа Самое Интересное Это Разговор О Ценах Как Говорит Один Из Моих Любимых Авто Обзорщиков На Ютубе Так Вот С Учетом Нашей Хитро Вывернутости Что Мы Ничего Не Покупали В Лоб А Все Ремонтировалось Доставалось Перебиралось Помогали Хорошие Люди И Амортизаторы Это Всего 4 тысячи Вытащили И Гидроусилитель Всего 8600 А Ведь Это Могло Быть Уже Сразу 120 И 140 Это Даже Если Ждать То Понимаете Какой Масштаб Экономии Итого Чисто По Работам По Работам После Сарки Это Мы Включаем Ремонт Рейки Рулевой Переборку Гидроусилителя Это Без Без Колес Без Дисков Так Вот Это Ребята 250 250 Слесарки Еще 120 Диски Еще Деталья Наверное Рублей На 30 40 Итого 370 Плюс 40 400 Плюс 400 Плюс Да Конечно Здесь Входит Резина Перетянуть Руль Там У Паши Супер По акции За Прямо Дешево Ну Там Допустим Пять тысяч Еще Накидываем Поменять Масло Его Десять С половиной Литров Воздушный Фильтр 2005 Года Выпуска И он Стоил 350 Рублей Вот Из Такого Парадокса Только Единственное Что Прямо Порадовало Вот Это Вот Все Лямбда Там Все Дела Так Что Ребята Вот С Учетом Всей Экономии 450000 Рублей Ремонт Автомобиля Относительно Картинки Из Поменялось 450000 Впитала Машина В хорошем Состоянии В хорошем Состоянии То есть Вот Она Визуально Практически Не поменялось Она Реально В сохране 450000 Рублей Со Всеми Этими Трум Трум Лайфхаками С Прочем Вот Эта Реальная Рубрика Дайте Пацанам Посчитать Потери Потому Что Если В лоб Просто Просто Деталь В лоб Заказать С Компрессором Гидроусилителе С амортизаторами Со всем Которое Ждать Три Месяца Это 540 Только Запчасти Представляете Накройте Это все Сверху 200 Плюс Лисаркой Которая Уже Была Так что Если Вы Просто Приехали На Сервис Не Хотите В Этому Разбираться Отдали Машину И Сказали Делай Бабки Не Проблема Так Вот Ребята Под 800 С Возьмут Если Вы Так Скажете Под 800 То Есть У вас Всегда Есть Выбор Или Просто Обслужить Машину И Она Не Идеальная Вы Слышите Что Там Еще Есть Чем Заняться Или Обслужить Тачку Или Просто Купить Новую Гранту В Салоне Сегодня И Просто Ездить На Ней Дальше 2-3 Года Бед Не Знать Слезы Счастья Вытирать Над Такими Вот Смеяться Просто Унижать Их Когда Они Боятся Каждый Раз И Смотрят Что Там Случилось Вот Что Сегодня Отрыгнет Вот Просто Новая Гранта Салона И Все И Живи Без Бед Все Риски Учтены Даже Можно В Кредит Взять И Переплата Еще Нормально Влезет Потому Что В Следующий Серег Что Еще Починить Вот Оптика Там И Так Далее А Салон Не Пахнет Там Плесени Нет Как Здесь Которая Уже Начала Появляться И Это Шок И Мы Взяли Это Не Как Обычно Когда Мы За Серию Взрываем Машину Перекрашиваем Делаем Кузов Это Просто Блин Подвеска Подвеска Немножко По Мотору Рулевка И Колеса И Я Вот С Всех Рычагов Еще Можно Смело 60 На Это Накинуть Просто Обалдеть Да Мы Конечно Ставили Более Менее Ступичные Нормальные Вкруг Там Их Можно Было Поставить Дешевые Мы Поставили Там Ну Блин И Тормоза Мы Еще Не Делали Если Бо Я Купил Такую Машину Вместо Понторецки Я Б Не Затащил Вот Прям Серьезно Фантастические Затраты Фантастически Дорого Фантастически В конце Приятно Едет Нужно Сказать В общем Я вот С этого До сих пор Я на какой-то там Шестой день Ремонта Такой Стою И типа Не понимаю Что что-то У меня Кончаются Бабки Такого Быть не Должно Это Просто Ну Просто Слесарка Когда ты Заходишь В сервис Слесарка Я уже Думал Что я Не зря Столько Работал Что Я просто Отдаю Машину И все Ну я Бессмертный Точно Все будет В порядке Тут Мне начинают Поступать Звонки Ничего Не достать Ничего Не купить Костя Заказ Полгода Суммы По 100 тысяч За амортизатор Если его Брать сейчас А мы хотим Влезть все-таки В сроки По видосу И так далее Я столько Нового узнал Я со столькими Людьми познакомился Мы просто Делали Слесарку Никаких Нештатных Операций С нас Не взяли Деньги Ребята Вскрю За чип За перепрошивку А сколько Это еще Могло стоить С этим Подниманием Блоков С подпайкой В эти ноги Вы это Видели Все Очень Опасная Тачка 6 литров Ребята Это вам Не тут Этим Заниматься Надо Так что Я вам Всем Хочу Пожелать Огромной Удачи Если вы Вдруг Захотите Купить Сегодня В 22 У меня До сих пор 22 В 23 Году Вот Такую Машину Вот Дешевле Понимаете Рейнджровер За 700 Я бы за сотку Починил В идеал Но просто Там нет таких проблем Там все решаемо Все приезжает Сейчас Прямо в моменте Там куча Оригинал Не оригинал Что хочешь Делаешь Ты бессмертный Здесь Какой-то просто Разрыв Вселенной Еще раз Всем вам огромные удачи Не совершайте Этого в реальной жизни Эти машины Супер дорогие Супер эксклюзивные И только для тех Кто точно понимает Во что он Вписывается Я когда покупал Не понимал До встречи В следующей серии И пока Мы продолжаем Я еще вначале Переживал Что 250 тысяч За коробку Дорого Да это в масштабе Этой машины Просто На заправку Съездить